Здарова, в одном из прошлых роликов я решил немного по-новому искать нарушителей на серваке. А именно, я играл за РП профессии, попадая в различные ситуации, я находил нарушения у тех или же иных игроков. В этот раз я искал нарушителей, играя не за криминальной профессии, а за гос. Плюсом я немного разбавил хронометраж РП ситуациями, а также разборками. План на сегодняшний ролик такой. Сначала идёт какая-либо РП ситуация, дальше идёт ситуация, которая впоследствии приведёт к админразборкам и вынесению наказания. В сегодняшнем ролике будет 4 ситуации, 2 из которых это разборки с админами и 2 из которых это РП. Вроде бы любителей поадменить и РП инжойеров, я тоже в обиде не оставил. Предупреждаю то, что я не особо любитель каких-то супер серьёзных отыгровок, да я и не особо в них силён. Тем более сервак к этому не обязывает, достаточно просто соблюдать правила и вести себя адекватно. Если что, ролик я снимал на нашем сервере Беброград. IP, группа ВК, а также промокод от меня будет в описании. Введя его, ты получишь бонус в виде донатной валюты, а также игровой для быстрого старта. Ну а теперь можете начинать разгружать фуру с лайками. Погнали! Ф А чё тебе страшно? Лучший магазин оружия здесь. Магазин пуля в лоб. Ждём вас. Я бы в такой магазин оружия не зашёл, несмотря на то, что они меня ждут. Ладно, чё поделать. Ля! Слышите звук? Да нет, не то, что там поднимают что-то. Музыка. А вот играет теперь. Теперь мы спускаемся вот сюда и видим здесь ИО. Вот так вот она выглядит. Музыка там получается у неё играет. И мы открываем меню. Мне следовало облететь этот кусок метеорита. Вот. Она с нами разговаривает. У неё есть для нас задание. Мы открываем диалог с ней. И она нам может рассказать о каких-либо квестах. А также предложениях, которые она может дать в обмен на валюту. Новая валюта временная на ивент называется болты. Есть некоторые квесты, которые помогают вам получить те болты. Которые вы можете опять же потратить на новые три титула. И также модельку вот этой вот маленькой ИО на плече у самого игрока. Вот она. Вот как она выглядит. Я могу сейчас чуть-чуть покрутить. Она сидит у вас на плече. И это, считайте, полноценный аксессуар. Который вы можете получить навсегда. Стоит он, естественно, достаточно дорого. И придётся покорячиться немножечко с квестами. Но, я думаю, оно того стоит, чтобы разбавить какие-либо путни 5К на пол. Лицом к стене эта проверка на нелегал. Разнообразию привет. Вот уже человек с ней как раз таки. Вот. Пум-пум-пидум-пидум-пум. Хуя себе он наваливает. Стоять, стоять, стоять. Ну, это был маньяк. Долго я как бедя не прожил. К сожалению. Надо было его сразу, наверное, ебашить. Я давненько не играл на самом деле. Знаете, за кого? КГБ. Вы гослицо российской полиции. Умейте маскироваться и разведывать данные о криминальных лицах или попытках госпереворота. Всё отлично. Я к вам, от личных двум, одна просьба. Надо проверить. Один магазин оружия. Человек с лицензией продаёт или нет? А, я могу это всё осуществить спокойно. Давайте я вам покажу, где это находится. Общага. Всё, я пошёл. Всё, я один могу справиться. Спокойно. Алло, здрасте. Извините, вы живы? Оружие хочу купить. Бюджет у меня около 50, может 70 тысяч. Что-нибудь такое лёгкое. До моей последней деньги мне было бы неплохо зайти. Слушай, по городу прикол такой идёт. Если кто-то что-то у кого-то покупает через продавца без лицензии, то срок дают обоим. Ну ты мне просто покажи, чтобы я был спокойный. У него лицуха есть, я и так вижу. М, я смотрел лицензию и отдай обратно. Всё, отлично. Мне нужен дигл. Есть такое? Всё, держи. Всё. Супер, спасибо. Знаете, короче, сейчас просто... Не, Фадя, а что за стрельба была? Я сейчас туда зайду сам. Я один зайду, я один зайду. Если что, можешь подняться и ты следом зайди. А тут хата какая-то. Тут хата какая-то. Найзин, 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 найзин и бальчик. Найзин форанат. Опа-на. Опа-на. А тут, по-моему, и прохода нет. Тут дверь закрыта. Прям заварена. Ну я как бы это... После слов тут нет прохода, на вышке начался сущий кошмар. Если что, это нарушение правила ФРРП. Этот человек не играл за маньяка, а играл за бандита. Ну или же что-то из нелегального сегмента. Но точно не маньяк. Причём он видел как минимум двух-трёх людей, вооружённых тем более, которые как раз-таки уже всё могут запустить спокойно правила ФРРП, которые придётся соблюдать. А именно, он не может нормально так достать спокойно оружие и взять расстрелять всех. На данный момент это нарушение можно записать себе только карандашиком. Возможно, он реально не успел среагировать и не увидел того, что там много людей. Хотя они стояли прямо в упор к нему. И чё это за хуйня была? Чё, мигде, вскрываем, габарь. Не понял. Нет, типа прикол в том, что, по сути, своя рейд-то ещё не начал. Зато началось нарушение правила НЛР. На Боброграде НЛР делится на два типа. А – это основной, а В – это второстепенный. Это как раз-таки указано в правилах. Второй пункт запрещает возвращаться к месту проведения рейда, обыска или же захвата территории ближе, чем на 1.5.1 конструктивного проба. Сакцентирую внимание на времени. В течение 10 минут. Он же пришёл меньше, чем за минуту. Делаем ещё ставку на время, которую он потратил на то, чтобы добраться до вышки. Второе нарушение вы можете уже начинать записывать карандашом. Что не началось? Ну, я имею в виду рейд ещё даже не начать. Ну, а кто тебя просил стрелять? Если в самом первом случае мы ещё сомневались насчёт его нарушения ФИРРРП, то тут уже более чем понятно. Он зашёл в квартиру, увидел несколько полицейских, и почему-то всё равно достал оружие и начал стрелять. Который ещё к тому же нарушил НЛР. Вы, наверное, сейчас прочитали уже правила НЛР, которые я вам показывал, и у вас будет вопрос. Там же исключение, это если рейд, обыск или же захват территории. Но рейда у вас не было. Ну, был обыск. Основной НЛР сюда не катит, потому что он попадёт под исключение дома. Ну, а закинуть второстепенно, потому что в планах был как раз-таки обыск, и он уже состоялся, и во время этого обыска чел снова пришёл меньше, чем через 10 минут. Теперь уже по надписи НЛР и ФИРРП карандашом можно проводить сверху ручкой, потому что нарушения были подтверждены. Остаётся последнее. Написать администратору, чтобы он тэпнулся в админ-зону, и объяснить ему, в чём он был неправ, что он нарушил, и всё же добиться того, чтобы он сам себе выдал наказание. В случае конкретно с этим игроком, ему нужно объяснить несколько раз, чтобы он понял. Прошлыми нарушителями всё было намного проще. Я их тэпал, объяснял, что не так, и объяснял, как поступить в следующий раз в такой же или похожей ситуации, более-менее правильно с точки зрения правил. Но вот с таким типом игроков всё-таки нужно будет пободаться рогами, потому что только они могут себе выдать наказание в этом случае, или же старший администратор, конкретно наборный. Кто-то как он этим пользуется и начинает просто затягивать жалобу тупыми спорами, непонятно зачем, почему, если так тут всё очевидно. У него НЛР нарушен. Второстепенный НЛР нарушен. Ну, значит, смотри, я сейчас туда перечисляю то, что оно было нарушено. Тэпай его сюда. Я всё видел, я всё видел, Никита, всё, я всё знаю. Я сейчас его телепортирую и скажу его нарушение. Блядь, нахуй ты спами шла ли так, во-первых, а насчёт НЛР? Ну, НЛР второстепенный, ты нарушил правила. Второстепенный НЛР, потом, что ПГ идёт у тебя, и фрекилы. Получается так. Ну, не то, чтобы... Вот после вашей смерти, в месте проведения, второстепенный там. Так, ну смотри, во-первых, фрекилы, разберусь самого лёгкого, это... Как я понимаю, это были не фрекилы, потому что, там, ну, был нелегал в моей квартире, вы хотели это не фрекилы взорвать, но у меня была причина в себе. Насчёт пара гейминг, вот тут, вот тут насчёт пара гейминга, я полностью согласен. Я дебил, я, ну, ебла, признаюсь. Насчёт НЛРа. Ордер... Ну, тут довольно спорно. То есть, смотрите, вроде как приглашений не было, но... Ого, я тебе сейчас тогда объясню, ты говоришь, рейда не было. То есть, получается, у меня пара гейминг сейчас и НЛРа второстепенный. То есть, тут я, да... Да. Лоли, а подожди, вот вопрос. А потом ты, подожди, пришёл в квартиру, о которой ты говоришь, что рейда-то по факту не было. Значит, ты говоришь, что ты убивал челов, потому что, якобы, они стоят у тебя в квартире, ну, почти что рейдят. А значит, причин объективных убивать не было. Ты, невзирая на это, ты также нарушил ПГ и взял, достал оружие на нескольких вооружённых полицейских и поубивал их. Сколько там киллов было? Ну, нас было около трёх-четырёх человек. Это что идёт? Небольшая остановка, нет, это не пояснение. Я немного хочу объяснить вам разницу между ПГ и ФРРП. Вот сколько времени играю на Дарк РП, постоянно вижу челов. Нет, их, конечно же, не так много, но всё же есть такие, кто спрашивает. А чем отличаются ПГ и ФРРП? Вроде бы, правила запрещают одно и то же. ПГ запрещает делать то, чего бы ты боялся делать в реальной жизни, например. Вот вам пример, две ситуации, которые возникают на Дарк РП, у всех без исключения. Первое. На тебя наставили оружие и говорят писать дропмани 5000 или же тебя убьют. Поскольку ты у нас несколько крутой пацан и не терпила, ты достаёшь оружие в ответ и начинаешь шмалять по этому негодяю. Естественно, может быть, ты его убиваешь, но в любом случае у тебя нарушение ФРРП. Поскольку любой из нас в реальной жизни обосрётся от отморозка, который наставил на него оружие. Вторая ситуация. Ты убегаешь по крыше какого-либо высокого здания. На банклаве это может быть общага, может быть отель, может быть торговый центр. За тобой несутся в погоне полицейские и угрожают тебе оружием. А ХП у тебя всего лишь 30-40. Поскольку ты прирождённый Деркерпешер и паркурист, ты, недолго думая, прыгаешь с крыши здания, переламывая себе все конечности нахуй. Естественно, после этого ты отправляешься на спавн, у тебя начинается новая жизнь, полицейские тебя не знают, ты их тоже. Казалось бы, ты избежал погони, полицейские тебя уже больше не знают, не посидишь ты уже больше 2-3 минуты в тюрьме и дальше спокойно пойдёшь играть. Но ты заслужил наказание за нарушение правила Power Gaming. Ты немного переоценил свои возможности и корона Мэрисю всё же тебе придавила голову. Теперь, я думаю, в будущем ты сможешь нормально различать эти два похожих друг на друга правила. В данном случае у этого донатного админа нарушение правила ПГ. Он уже стоял перед фактом того, что у него дома стоят несколько полицейских, у каждого в руках было оружие, и это не помешало ему достать своё и начать всех перестреливать. Да-да, трёх-четырёх там было, это, можно сказать, ну это можно, это нельзя... Трёх? Нет, смотрите, я вот ещё раз вам говорю то, что... Ты же сам оружие? Я говорю ещё раз. Подожди, дай её выпушку. А что мы говорим ещё раз, он тебе будет одно и то же сейчас рассказывать? Я ему так около часа доказывал, что у него фридомаг был и фрекил чела, которого он из окна взял, убил ножом. Вот. А сейчас ему доказывают то, что он нарушил вместе с НЛРом второстепенным ПГ ещё несколько фрекилов, что тянет на РДМ. Я думаю, смысла нету, тут и так это понятно. РДМа тут нету, поскольку там от четырёх игроков только РДМ. А он сколько завалил? Нету РДМа, то только фрекил. Троих. У вас было вроде бы трое. Смотрю по логам. 65 минут у тебя бана. Я отрисал свой фрекил, но ты же отрисал до этого фрекил, пока тебе это не сказали. Он не сможет уже банить вроде бы, этот модератор уже не может за люкса положить. 65 минут бана. 1, 5 плюс 1, 6 плюс 1, 8. Как говорится, лучше просто признать своё поражение. Всё, я дождался, отлично. Ну всё, да. Всё, я полетел. Я вообще думал, что она что-то подобное не наткнусь. То есть пришли, мы ещё не успели толком ничего сделать. Всё, может, вам нужно, я тоже. Пока нет, лучше от греха подальше зайди домой, пересиди Камчас, потом, может быть, к тебе кто-то придёт. Давай, сиди. 911, запрашиваю помощь в отель. Никого нету. Субтитры сделал DimaTorzok Вижу, 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 Маник, вижу. Так, окей. Чё делать будем? Блин. На лёдчик. Мужики, вы чё, со стволами? Нам только что там прибили дверь. Отчестный способ. Ну вот этот бомж, рядом с тобой кто-то. Серьёзно? А я сейчас ментов изо... А ну, стой, 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 раз, стой, два, стой, три. Я сейчас предупредительным ебанул. К стене, к стене. У тебя пистолет, какого чёрта? Ни лицензии, ничего. Пистолет откуда, сука? Без лицензии. Нашёл? Ну вот сейчас ты его и потеряешь. Вместе со своей свободой. Молодец. Нихуё себе. 250 отсидишь. О, чё бомжа раздел? Так, переодевайся. Вы на вон ту лесичную клетку не заходите. Потому что вы в форме, вас сразу увидят. А за кого-то переодеваться? Вот, да. Отлично. Всё. Вы сюда поднимитесь. Сюда. Сюда, сюда. Вон туда на крышу залезьте. Вы можете просмотреть там аккуратнее. А можешь ненадолго уйти, а? Да. Вот, окнёмся. Отлично. Куда-нибудь желательно вот туда, что ли, или туда. Да, да, да. Да, да, да. Подальше. Подальше. Тут стекло. Давай, можем сломать. Сломать. Может, отвернуться? Давай. Отверните. Давай. Давай, мафия. Давай. Залезай, залезай. Вот это мафия. А кто сам разбит? Да, нет проблем. Нет проблем. Это мафия. Здорово. Здорово, братец. Привет. Теперь оба нахуй к стене лицом. Чё? Оба нахуй лицом. Давай я их придержу. Давай я тогда в наручу. Полиция, поверьте. А на конда у первого и Галил. О, полиция, они нахуй грабят. У второго я не сомневаюсь, что что-то ещё есть. Охуеть. Просто охуеть. Молодец. Так, смотри. Так, у меня лицензия. Сейчас, да, лицензия у тебя есть. Мы-то сейчас всё проверим. Мы-то сейчас всё проверим. Давай, вот ты нам сейчас откроешь. Давайте в наручники. В наручники. В наручники. И пусть, и пусть проходят. Ты можешь... Ордер? Ордер? Какой нахуй ордер? Я видел всё с балкона, что у тебя есть. У кого-то из вас белая эмка, такая же, как у меня. Чё ты мне тут заливаешь? Пароль, блядь, какой? Окей, давай тогда. Под дулом автомата ты меня откроешь. Алло, Саня. Саня, приезжай. Давай, давай. Двадцать три двенадцать. Все заходим, все заходим. Заебись. Вытаскивай. Вытаскивай это всё. Вытаскивай. Что? Вытаскивай. Да, забрай. Могу сам сломать? Не, ломать не надо. Вообще, я тут как бы на птичах провалил. Да, всё построил нормально. Пойдём, 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 покажешь. Проходи, проходи. Да, балкон хороший. Балкон хороший, но нелегал. А ты считай сожитель. Что ещё раз? Ты сожитель. Вот чё. Я про рак говорю, я у них на птичьих правах был. Да, на птичьих правах. Но ты прописан. Ты прописан. Хоть на балконе, а балкон к квартире относится. По бартеру, по бартеру меня сюда потеряли. Да, да, по бартеру. Нормальный такой бартер. Биздец. А почему тогда? А тогда почему ты, видя все эти манипринтеры, не сообщил полиции? Давай тогда так спросим. Но мне угрожают. Есть, вы же знаете, сами. А ну подожди. Подожди, подожди. Развяжи его. Развяжи. Union Dead. Брав. М4 флэш. Заточка. Я пока пойду за вторым. Я пока пойду. А у тебя тоже оружие есть, получается. А кто кого запугивал-то? Так я говорю, меня снабдили, чтобы я их базу защищал. Так ты же на птичьих правах тут ничего делать не можешь. От кого ты защищать будешь? Ты прораб, ты строил. А у нас есть судья сейчас. Судья, не знаю, есть или нет. Ты можешь попросить потом адвоката какого-нибудь, не знаю. Пока ты имеешь право молчать хранить. Местного штрафа не будет. У тебя оружие, причем такое, нормальное. И еще несколько манипринтеров. Плюс ты еще покрывал их и защищать собирался с этим же оружием. Молодец. Ну меня же заставили. Максималка. Как не сопротивляться вооруженным людям? Цена залога 84 тысячи. Думаю, то, что нафармили, они могут спокойно пустить. Все уволили, пиздец. Развини, уйди отсюда, развини. Че, гады, давай, короче, против них сейчас. Поясняю, у Джекета не было заказа на того чела, которого опиздюлили в углу. По части правил мы все это предусмотрели. И как раз против таких дураков мы создали правило 50 благословений. Это 5.8. Сейчас это у вас на экране. Чтобы долго не ебать вам мозги, поскольку в правиле очень много буков, вкратце расскажу, что можно делать, а что нельзя. Можно иметь кучу свидетелей. Можно делать заказы где угодно. Можно убивать при самообороне или же при обороне своего дома. Если же свидетель на вас рыпается, то вы тоже можете его нахлобучить, поскольку будет работать самооборона. Нельзя рейдить и бить ебальники тем людям, на которых у вас нет заказа. Исключение это сожители цели, которые, наверное, будут на вас рыпаться. Нельзя даже пукнуть в сторону безобидного свидетеля, который не проявляет к вам агрессии. Но если он все-таки решил по вам пострелять, то заказывайте ему реанимацию заранее. Мы, блядь, ради них сейчас пахаем, блядь, я никакую лушу пасну. Так, это не луку. Тоже съебался в страхе. Пошел нахуй. Я тебе что, неправильно сказал? Пошел нахуй. Он меня уебищем назвал, вот эта вот гнида меня уебищем назвала. Ты взаимодействуешь, что ли, со свидетелями на данный момент? Здравствуй. А ну, давай я сам с этим разберусь, дебил. Я свидетель и... Деб, ты ебаный. Я... О, не свидетель! В смысле не свидетель, я швиделся. Я сказал, он съебался в страхе, потому что я хочу АВП передать. Алло, задай, я тебе, пожалуйста, объясню, хватит себя и так неадекватно вести. Давай я тебе объясню, и ты поймешь, почему у тебя нарушение. Вот, пожалуйста, успокойся. Ну, давай, давай, быстрее. Смотри, у тебя нарушение 5.8, вроде бы, как я помню. Это богословение. Первый пункт, обозначай, что тебе запрещено взаимодействовать со свидетелями, поскольку ты выполнил заказ от человека, который был рядом с тобой. Там стоял Никита РПК, и стоял другой человек, с которым ты разговаривал. Но после того, как ты его убил, он стал свидетелем. То есть, ты начал сейчас заниматься свидетелем, ты начинал с ним как-то делать какой-то либо движ, когда ты вместо этого должен был вообще убежать в страхе оттуда, чтобы тебя никто не убил. После этого ты снимаешься. А это был заказной, или же он просто так издан? Нет, он не угрожал. Хе-хе, как? Он оружие там вставал, алло. Тебе же, конкретно, угрожал или что? Силонами четыря. Один там вставал. А сейчас подожди, тэпнем его, подожди, сейчас тэпнем, сейчас тэпнем. Здарова, слышишь? Тебя аж вот этот чел убил, да? Или нет? Или не тебя? Ну, ты моему другу и мне угрожал, правильно? А он тебе, а ты ему оружие мне утыкнулся, нет? Ты достал ствол. Запр***ли полицейскую. Да. Начал угрожать, да? Крайне вернее, чел не видел, чтобы я угрожал. В чат написал. Сейчас проверим, что-то. У меня заказ был. Начал. Ну ты нам угрожал. Ты достал ствол и угрожать начал, да? Короче, этот долбоёб на джекете специально дублирует один и тот же вопрос по нескольку раз, чтобы выбить то показание, которое ему будет выгодно. Но с этой профой у джекета на нашем серваке всё работает несколько иначе. Этой профессии будет абсолютно по боку. На то, что там кто-то кого-то рейдит, обыскивает, грабит, стреляется и прочее. Ровно до тех пор, пока один из этих участников движа не становится его целью. Вот тогда-то он может действовать. А в этот момент смысла никакого не было, да и заказы тем более. То, что он сейчас делает, это в принципе пойдёт как за попытку обмануть администратора. Даже если этот чел на незримом подтвердит, что он ему угрожал. Ибо свидетели ситуации два администратора, которые намного более вменяемые, чем этот чел на джекете. И я под маской. Не, а... А, ну вот, да, он его убил, получается. А он говорит, что ты ему угрожал. Решил его якобы забрать. В участок и убить. Ты за незримого играла, ты знаешь, что те слова нельзя носить. Когда стал слова, нашему ему угрожать, я так понимаю. А ты чела убил, нарушил 5,8, я правильно понимаю? Я просто достал. Ну ты чела убил, нарушил 5,8, у тебя заказа на него не было. Я правильно понимаю? Достал звездочка. Сейчас я посмотрел логи, я заказывал, был ли ей указан. Да нет, не заказывал, он же нам угрожал, ты же угрожал, ты же зачем-то стол достал, тем более тебе не заносить. У тебя в правилах идет самая защита, у тебя разрешают, чтобы ты сама бороли, бороли свои квартиры, дом, но свыше сказано, что не было. Я сама бороли, поскольку компас, ты даже не стрелял. Фрикилл, 5,8. Ну во-первых, я тебе сказал, чтоб ты съебался, чтоб ты угранил, угранил. Ты до сих пор начал со мной перекидываться оскорблениями, молодец. Я выписываю тебе бан за нарушение фрикила и 5,8 правила. Да, потому что ты занимаешься свидетелем, который он въедет, а ты убил человека, который у тебя в любом случае нарушает 5,8 первого пункта. Молодец. А нет, это второй пункт даже. Ты запрещаешься въедеть со свидетелем, тебе нельзя с ними разговаривать, ты должен просто взять и уйти оттуда с места заказа. Можно ей турни? Нюхай бэбру. Что-то как-то они быстро ушли. Все заебись. Сука такое, а? Субтитры сделал DimaTorzok